Местоимения Местоимения – это такие слова, которые, не характеризуя содержание, только указывают на предметы или на их число. В туинском языке существует несколько групп местоимений. Первое местоимение – личные местоимения. Личные местоимения указывают лица по отношению к говорящему лицу, а в третьем лице могут указывать также и на предметы. Посмотрим личные местоимения. Первое – нэн, я, второе лицо, сэн, ты, третье, ол, он, оно. Но на туинском языке нет категории родов, поэтому одно слово «ол» – это единственное число. Во множественном числе. Первое – нэн, тыс, мы, второе лицо, сэн, вы, третье, олар, они. В туинском языке личные местоимения могут играть две роли. Первое – как самостоятельные слова, то есть личные местоимения. Например, нэн, сэн, ол и так далее. И как часть составного сказуемого. Как показать лица. Например, нэн, ой, нэп, тур, нэн. Я играю. Мэн в этом случае входит состав сложного сказуемого и указывает на лицо. То есть он играет роль показателя лица. А в первом случае местоимение является независимым словом. Мэн, я играю. Ой, нэп, тур, мэн. Соответственно, можно просто опустить местоимение мэн. Ой, нэп, тур, мэн. Играю. Тоже понятно, что играет первое лицо, то есть я. Точно так же состоит следующая конструкция. Например, мэн, ой, рэн, тюмэн. Я ученик. Ой, рэн, тюмэн. Именное сказуемое. Мэн, ой, рэн, тюмэн. Я ученик. Если же употребить рэн, тюмэн, без местоимения, без показателя лица мэн, то слово рэн, тюмэн в туинском языке будет лишь абстрактным понятием. Я и ученик. Не будет прослеживаться эта связь между местоимением и существителем. Это как в русском языке просто перечисление. Я ученик, без нэн, просто абстрактное понятие. Также следует отметить, что в третьем лице личное местоимение ол, олмар, опускается. И вместо него употребляется слово кизи. Например. Ол, рэн, тюмэн. Он ученик. Дословно переводится следующим образом. Он ученик человек. Он человек ученик. Нельзя сказать ол, рэн, тюмэн. Вместо него употребляется слово кизи. Человек. Он, рэн, тюмэн, тюмэн. Он ученик. При глаголах показатель лица не отмечается. Будет следующим образом. Ол, рэн, тюмэн. Он играет. В данный момент. Также слово кизи может употребляться вместе с сочетанием личных местоимений первого и второго лица. Например. Мэн, рэн, тюмэн, тюмэн. Кизи, мэн. Я ученик. Дословно данная конструкция переводится как я ученик человек. Мэн, рэн, тюмэн. Следует запомнить, что К слову кизи в таких конструкциях лишь показатель лица. Цэн, рэн, тюмэн, тюмэн. Ты ученик. Он, рэн, тюмэн, тюмэн. Он ученик. Он ученикatz. Он, рэн, тюмэн. Он, рэн, тюмэн. Снэмэн.